Я раньше встретил Аги, чем его стихи. Если я переводил, читал его стихи, это потому, что он был уже моим другом. Так что не могу сказать, чтобы я был особенно во власти стихов. Потом это пришло. Но вначале это было просто желание лучше знать его, которое меня толкнуло к переводу. Потом то, что мне больше всего нравится, это очень сложно рассказать об этом, потому что так много. Но я думаю, что это чувство природы больше всего. Это чувство человека, который живет настоящей жизнью, смотрит. Но это уже человек и не только поэт. Аги был таким человеком, с которым можно было гулять и просто смотреть на все. Он на все обращал внимание и даже иногда с любовью, иногда нет. Но это зависит от того, что там было перед нами. Так что, когда я, например, прогулялся с ним по улицам Нью-Йорк, это было просто наслаждение. Ну, конечно, в его стихах не так. В его стихах не такие маленькие вещи. Это совсем другое. Это большое видение мира. К тому же есть что-то, как-то это слух, это то, как звучит, это очень до сих пор привлекает меня. Когда я читаю Аги, у меня есть впечатление, что чувствую этот голос, который с особенным произношением, конечно, тоже. Но и проникновенность в чувства, и больше, чем чувства, это какая-то способность жить на другом уровне. Вы чувствуете, что ваши души родственные, что-то такое, можно сказать? Или вы на одной волне? Может быть, нет. Это странно, потому что я чувствую, что я лично не такой человек, как он. Именно поэтому он меня притягивал, потому что я хотел, мне чего-то недоставало. И он принес в мою жизнь то, чего раньше не было. Например? Ну, именно то, о чем мы только что говорили, что это какая-то душевность, может быть, из чего-то. Я думаю, что с многих отношений мы совпадали и чувствовали. Он написал мне раз, что когда он на деревне у себя, может быть, в Венисовой горке или в другой русской деревне, что он постоянно как будто мы ведем какой-то разговор. Это что-то сближило нас, несмотря на всю различность наших, ну, внешне, я совсем не на него, а наоборот, я совсем не похож. И даже, ну, занимаюсь, я был университетским профессором. Он наоборот был. Поэтому это другие жизни. А где-то мы встретились. Какое у вас любимое стихотворение «Айги»? Как сказать? Ну, я всегда очень любил с утра кусты жасмина, например, из «Пора благодарности». Я люблю, но это не, как сказать, это не самое характерное «Айги». Я очень люблю, вот об этом мы только что разговаривали внизу, это четыре стихи поклон-пеню, это как будто варианты на поклонных песнях «Удмуртов» и так далее, и так далее, и «Чуваш», конечно. Так что это, это я люблю. Самые, может быть, глубокие вещи для меня, и самые иногда трудные вещи, это стихи, ну, цикла «Фоль и Россия», которые я вижу, что это здесь стоит и время оврагов. Вот это, это поэзия конца 70-х годов. И к тому же, еще позже, конечно, большое, да почти поэма, или цикл «Последний отъезд», который посвящен шведскому герою Воленбергу. Что еще не успели сделать, будучи на родине Айги? Что бы еще хотелось за эти дни успеть обязательно? То, что я хотел делать в Шаймурзне, это было еще раз встретить своих старых друзей там, но, к сожалению, этого не состоялось. А кроме этого, просто, я думаю, что самое главное сейчас – это встречи. Это встречи и быть на таких местах, как здесь, в Литературном музее, где мы раньше были, потому что все время, когда я гуляю по улицам или просто сижу где-то здесь, ну, я чувствую его отсутствие. Это, конечно, это печально. Печально. Ну, конечно, мы здесь, он еще живет, потому что мы здесь окружены его образом, его творчеством. Спасибо. Благодарю вас за очень интересную беседу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова